Ну, как вы знаете, была очень такая сильная обрезка, глубокая обрезка, можно было сказать, где были убраны почти практически все скелетные ветки. Остался, грубо говоря, только ствол. Ну, я говорил, давал уже интервью, что дерево проснется. И слава Богу, оно сегодня проснулось. Будем надеяться, что эти спящие почки пойдут в рост и дадут облиствование дерева. То есть, оно покроется листвой, а на следующий год уже будет, я думаю, лучшее состояние. Ну, это все благодаря консервации, то, что мы хорошо, не мы, а предприятие с Киева приехало, законсервировало эти срезы. И оно дало свой результат. И никаких манипуляций больше не проводилось. Дерево уже, грубо говоря, старое дерево. Вообще, продолжительность жизни тополя в городских условиях где-то 40-50 лет. Этому тополю. По преданиям, говорят, 200 лет. Я читал, у меня есть старая книга, что где-то ему лет 165. Есть экземпляры, которые могут расти. То есть, оно где-то может быть села на водопровод, на какую-то канализацию. Идет подпитка хорошая, развитая корневая система, и дерево себя чувствует нормально. Да, там на верхушке была полость. Но эту полость запломбировали и законсервировали. Надеюсь, она будет нормально. Главное, чтобы что, не было доступа кислорода, не проходил процесс гниения. Поэтому корневая система у него хорошо развитая. Надеюсь, она даст хороший толчок для того, чтобы пошли в рост спящие почки. И они уже, слава богу, пошли. Одно только что могу сказать плохо, да, потому что нету скелетных веток. И вот эти почки, которые выходят с коры, да, они типа прикрепляются к стволу. То есть, глубоко они врастают в древесину. Это минусы. Со временем они могут отваливаться со временем. Но, дай бог, оно что-то прирастет, что-то пойдет. Я смотрел, там очень много дало побегов. Я думаю, в этом году оно просто как-то так опушится и будет нормально. Надеемся и хотим надеяться, что оно будет расти и радовать жителей.